Продолжаем наблюдать за нашим морем, призывает эколог глава общественной организации «Зелёный лист» Владислав Болинский. Как минимум с 9 августа дует достаточно сильный устойчивый северный и северо-восточный ветер. Такая настойчивость привела к полной замене и перемешиванию вод Одесского залива, вплоть до максимальных глубин 12-14 метров. Сказать, что сегодня море изумительное, ничего не сказать. Однако не исключая, что очарование ему также придаёт и осознание скорого окончания сезона. Тем не менее, ещё припекает солнышко, и при том, что ветер не даёт пропотеть, вода не менее 23 градусов на всех глубинах. И сегодня это уже совсем другое море. Оно более солёное и очень прозрачное. Как видим, полихеты счастливо отгуляли свадьбу и отправили своё потомство во взрослую жизнь. Мириады личинок многощетинковых червей покинули свои коконы, от которых теперь на дне не осталось и следа. Эколог демонстрирует, как выглядит кладка яиц опасного хищника-вселенца, пожирающего всё на своём пути моллюска, венозная рапана. Данный хищник, вселившись в Чёрное море в 50-х годах, полностью уничтожил здесь черноморскую популяцию устриц и значительно подорвал численность мидий. Однако рапаны стали неотъемлемой и пока неистащимой частью одесской морской кухни. Также можно заметить гроздья мидий на камнях и достаточно большое количество креветки. На глубинах от трёх метров в вечернее время часто встречается крупный краб-травяник. И вдруг, под конец съёмки, как будто в качестве поощрения на камеру выскакивает большая стая крупной кефали. Несмотря на старания человека, море пока ещё дышит и кишит жизнью, говорит Владислав Болинский. Субтитры создавал DimaTorzok